Иисус сказал, о рот неизберный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, и идите его ко мне сюда. А вот у Христа не хватает терпения. Какие слова? Доходим. Уже терпел я, дальше уже терпеть невозможно. Людей. Почему? Да вы же с вами достустили, что бесноватая с вами. Сегодня все наркоманы до одного бесноватые. Курящие это бесноватые, они все бесноватые. В том партии, в которой находятся совершенно ненормальные бесноватые люди. В церкви, которые ведут люди, это все беснование. Это бес увозит по церкви. А теперь посмотрите, где мы живем. Это не дурзлом. Обеснующаяся земля. И Господь говорит так. Все род неверный и развращенный. Действительно, неверие Богу, неверие Слову Божию, иначе, а мы о Боге-то ничего и не знаем. А дальше идет беснование, невозвращение. Я не мог просто взять это место, заслание Иоанна Катауста и посчитать. Моя задача стоит в другом. Что люди не знают писания. Авторитет писания, в свою очередь, у русского налога, у православных, на нуле. А вот если даже на отрицательной отметке. А что мы? Мог съесться, чтобы с битой носиться. Даже ненавидят. Это уже отрицательно. А в безразличии, это на нуле находится. Обращение идет именно отсюда. Что люди не знают пути Божия. До кого я буду терпеть? Божье толкотерпение как будто кончилось. Вот когда вы все это вдумываешься, нахоже на наше это время. У меня главный стих, на котором я работаю, и он у меня дома на стене написан. Слово Божие живо и действенно. Оно живо на сегодняшний день. И оно действует сегодня. Оно написано сегодня ко мне, живущему в Барнауле. Конкретно ко мне. Вот я желаю, чтобы слово и для тебя было таким же. Это он ко мне подошел. Какой я буду терпеть тебя, бесновящийся. Ты не бедный и развлеченный. Поэтому если кто нашел в храме Божьем, а мы в храм Божьей жилища сидим, строим капище. Ведь Господь здесь в единственный уртаминский храм очищал дважды. Что наш этот храм очищать надо не дважды, а каждый день несколько раз. Сколько там этого мучания. Чего тут такое-то нанести. И все каким-то образом косо напрямо связано с мамоной. Он просто развращенный. Брак по расчету. Никакой любви, ничего нет. А я выйду за богатого. Иззрание уже спавят такие отметки. Вот если я найду такого, а какой-то, и он точно так же. Она выйдет за меня, и в красавице найду, она хоть будет бедная, но что-то. Речь-то идет не о том, что он ищет человека, рожденного свыше, послушанного Богу, чтобы влечить и быть им там. Об этом вообще речи нет. А ведь это надо было выпускать. Пященник сразу устроил. Я особое внимание уделяю молитве. Вы верите в Бога? Верим. Хотите вот эту молитву прочитать? Я пока прочитаю. А если вы соберете, мы дальше так. Господи, было бы, споримся для того, чтобы помогать друг другу достичь собственного небесного. А если не совершится этот брак, Господи, я прошу тебя, если это только по разрушению, для прихоти, для похоти, да не будет. Какую молитву сказал Толя, когда вошел в царь, оба преклонили колено. Я говорю, жену не ради удовлетворения похоти. Она не будет разрушаться мне утрами готовить пищу. Нет. Это наше умение было. Ее задача именно в этом и состояла, чтобы помочь мужу достичь собственного небесного. Они знали, какого рода еврейского. Мы избранный народ. Мы избранные Богом. Слово Божие жертвы, оно заговорило с нами сегодня. Действенное подвигло на деятельность нашу. Я ничего не хочу людям знать, кроме того, о чем сегодня мы считали. Что он был крестков сын на юткой вдовы. Он единственный был. И вот князь смерти захватил эту душу. Столько там было плаща. Надежда рухнула. Но идет за путь. Этот возвращенный мир, он пришел для того, чтобы найти погибшего и воскресить. И он воскрешает его. Что юноша мог бы рассказать? И он был. Но это же не мусульманин был. У юноши должен быть похоронен. И они бегут в машину, чтобы полной скорости не стать спокойником. Для нас это странно. Мы выдерживаем день, два, да еще бывает и три. Пока когда. Что он видел там? Ну, ведь он был. Где он был? Поинтересно было бы узнать. Что он там видел? В жителяхах было соображено. Они видели демонов, горящие котлы. Мучение какое-то у них было. А дальше уже все идут домыслы. А вот не написано это не случайно, чтобы мы туда не лезли. Закатли мертвецам, хора есть мертвецам. Мертвецам. Все. Вот у него смысл. А вот Мария избрала Богу и участие. Он с ней беседовал. Что он беседовал за Шрицкой? С ней говорил. Тебе не интересно было бы знать? А ведь он с ней беседовал. Может быть это было бы какое-то Евангелие от Марии. А ведь он, может быть, открывал какие-то тайны ей, на которые они бьются. И открытие этих тайн сегодня уничтожило бы несколько всех сразу. Нет этого. Почему? Эти вопросы-то нам надо задавать на них. Я нахожу ответ. Значит, Бог сказал, вы вот с этим разделитесь, что я вам дал. Отчетель Евангелия. Вам пока этого достаточно. А остальное, мы при этом в Марию спросим. Я не сомневаюсь, что Марию в Сарстве Небесном. И мы в Сарстве Небесном. Мы даже за седьмость. И мы с ней встречаемся. Погоделки и сказали, Марию, это ты мог сидеть во Христа? А я признал, ты не так выглядишь. Или так. А о чем ты с ним разговаривал? Меня очень интересовало. Понимаете, нам целую вечность доначали для того, чтобы все это разрешить. И там написано листья, дерево, здесь в среде не народов. И толкователи сказали о том, что листья это кончайшее разумение тайн Божьих. Как этот мальчик выглядит? Почему он был один? Вот все так, что сегодня считалось, это требуется расшифровки. Это целая вещь не будет из-за этого. И то неоднократно. Марию, я просто разговаривал, где, может быть, там забыл этого слова, не будет. А вот когда подошла Марта, ты не обиделась на нее? Меня тоже интересует. А почему ты сама-то не подошла и не сказала, Господи, стук, посмотри, побежи тут к нашим посильникам, чтобы мы слышали. Как мог и так он-то, че не сиба на кухне-то. И жена бы все слышала. Это слово Божие договорит с нами. Главное, уходить людей, Бог Христа, моя главная задача. И чтобы слово Библия договорила с нами. Я сегодня хочу сказать о долготерпении Божием. Я хочу сказать, а что я нашел в Писании. Что долготерпение Божие, оно включается. Ни все это знают. И как к нему надо относиться? Да коли буду я терпеть вас? Ну, мы тоже честненько думаем иногда. Но тут написано долготерпение. Исайя 1.13. Господь говорит с нами, приходите вы, молитесь, празднично украшен храм у вас, я праздничных собраний ваших не могу терпеть. Как вы могли вообще этого, Исайя, потерпеть после этого? Да нет смысла вот это. Мы готовимся к празднику Павки. Пришли сюда, оделись, поселились, горели. Я честненько не могу, Господь, этого праздника вашего. Поздравляю, с джайцами, что вы хоть в том городе завалили. Вручем! Павки такие, полметра вышеной с отцены, они привозят, привозят специально такие формы есть. Честненько не могу Господь делать. Есть цемеры. И почему? Беззаконие и празднование. Как вы это совмещать можете? Вот один раз услышал, праздницу готовится. Пусть будет все бедно. Пусть он будет сухарь один. Бодейцы без колонки принесу. Но чтобы это было с радостью, не с огорчением. А не так, что у нас сур, куст кончился, еще три дня болеет желтами. Ну что, успокойся? Ты скажи, а вот на кусту-то я особенно здесь и попитаю о память, о маме. Будем себе радоваться. Сюда в молитву мы включать это должны. Господи, долготертение твоего это не кончится, наверное. Господи, я так хочу, чтобы душа моя была подобна Марии, у ног твоих сил. Почему этих молитв нет? Я вас прошу тоже помочь. Мне эта мысль положена, я все линия разбиваю. Чтобы этот трон в этом направлении. Новые молитвы, вот как пласты появились, творили молитвы. Новые к сегодняшнему дню. Назапали какие упущения и начали творить такие молитвы. Мы так нуждаемся в этом. Барь, потому что мы все пенсию как-то все-таки зарабатываем. А вот если бы Мария получала пенсию за то, что сидел у ног Христа, это тоже лучше. Здесь запоминать. А сегодня перевестися, и все бы оставили без пенсии. Если бы по Марии не шкале-то провести. У ног-то Христа-то не сидели. Пусть ни копейки, может, нам бы не начали сливать. А для чего сиделось? Для того, что ты сидишь, чтобы другим развестить это слово истины. И так, говорю, я слушаю для того, чтобы скорее сейчас пробежать эту радостную бежу. Женщины не слить. Они бежали от гробницы Христовой. Даже Христа искать не надо. Не то, что мощь и трупы возродить. А то самое направляющее битвы к некрапивству. Спокойниками. Живого не надо, ангелы, чтобы шарики и действующие. Да его нет, здесь он воскрес. Эти мои причины же не воскресли. Даже ангел у меня обменивсветился. Ну, пришло бы ангел, да и сказал, вздумал бы оттуда с мащанами весли. Ну, что вы делаете? Ну, кто он так говорил хрошить, пошаровать, разгрозить, придумывать какие-то сосуды с гробами, а считаешь, страшно же смотреть на жена. Они ничего не понимают. Ну, ты придешь, чтобы свою голову на оборудование где-то выставляли. Да, Слово Божие желание говорит о том, что все частицы дела соберутся и волос головы не проходит. Все, больше ничего об этом не говорится. Кто-то бы пробрался к этим мощам и написал бы «практный фрактный братишка». Пробуйте, извините, это Слово Божие. Бог прав превратит все ваши дела. Иеремия 44, 22. Господь не мог более черпеть злых дел ваших и мерзких поступков ваших. Это сказано было Богоизбранному еврейскому народу. Бог не может терпеть, а не так, что Бог должен терпеть его и простить. Исход 34, 6. Господь долго терпелит и много милостей. 2 Макарей 6, 6, 14. Господь продолжает еще свое долготерпение. Какие утешительные слова. 3-е адрес, 7, 33. Кто заявит Всевышний, как раз трет он к нам милость свою, что не окончил долготерпение. Это все сразу, что необходимо для новых милостей. Ириния 6, 4. Не говори. Я грешен. Грешил, и что мне было. Ибо Господь долго терпелит. А сколько мы испытали Божьего долготерпения по сегодняшний день? Вот, если бы человеку сказали, ну, по совести, ты считаешь себя верующим? Да. И Божий слух знаешь, да. Вот тебе бумага. Напиши, сколько ты смертных придал, прохуже заработал. Сам себе над собой суд произведи. Ну, как помнишь себя сразу следствия. Ведь смертность от приговора по Устану Божию по закону тому уже сколько заработали. Да и не знал Бога, не важно. Не знание закона не освобождает от ответственности за нарушение закона. Словом для терпения в Гиблии встречается 38 раз, а терпения намного больше. Первое послание Петра 3, 2. Бог долго терпелит в одни моря и долго терпел пока люди поправятся. И он это относит к нам. Перед путешествием Христа точно так же надо молиться по доброму терпению, пробегу, милость, нервное время, как бы ни было трудно, вот эти смутки, это время сегодня самое выгодное для нас. Мы многое слышим, мы можем идти свидетельствовать. Ты можешь выйти на площадь и говорить, нас никто не преследует. Не надо думать. Выходят на площадь, програли в одном месте и в другое место. Весь город можете наполнить своими свидетелями. во втором послании Петра 3.5 И Бог сюда терпит для чего? Не желая, чтобы кто пройдет, но чтобы все пришли к покаянию. Сколько ли этого? Не для того, чтобы стройку захочешь, а Господи, потерпи еще немного, я детей на ноги посолю, Господи, потерпи еще немного, я институт скольче. Нет. Чтобы все пришли к покаянию. Утром встал, жизнь еще продляется. Значит, кого-то Бог живет в покаянии, я-то уже покаялся. Я не знаю, ради кого эта мощь была спокойная такая, но судьба я пойду этого человека искать. И каждому говорите, Бог тебя не погубил, потому что он был в дом нахерфелив. И только для того, чтобы ты познал Бога, ты услышал истину. Мне спрашивают, а еще книги будут? 21-й вышел. У меня намерение в апосте 24-й, потому что мне, согласно Давиду, осталось полтора года жизни. Я очень тороплюсь. С утра до ночи тороплюсь. Прошу об этом помолить, если Богу это угодно, чтобы запущено было. Я делаю дело совершенно немыслимое. Пенсии ниже около тысячи, и что уже ездано? Каждая книга я должен иметь 50 тысяч, не забывайте. И до лета появилось два спонсора. Дешники у меня выкупили. Притом нездешнее издалека. Как Господь все делает? Позовица об Иоанне и о Викторе, чтобы Бог возглавил милостями. Всего я спрашивал, можно указать в конце книги. Перезванивались, в России, сказали, нет, не надо, иначе там книги здесь от нас. Скажут, почему не отдал на храм, а отдал на храм. То есть они спонсоры, даже не там полные люди боятся. Но я там прочитал и вижу книги очень и очень серьезные. И прямо прислали деньги. То есть две книги, а сейчас выходит, практически уже выкуплены. У меня только сейчас писем на полосавию. Но я имею глубокую веру, что Бог чего-то ждет. Николи на чудо смотрят, опять я ведь какое-то чудо. Ведь худо или дредно 20-й том это 30-я книга. Это не 2-я книга, умножь, это речь идет уже в миллионах. И о чем я говорю, любите, молитесь, Бог дашь нам. А за прошлое мы только будем благодарить и благодарить. Люди приходят, уходят, а истина остается воверь. Спроси, что 5 лет назад было? Ведь трудно даже припомнить. А мы можем по книгам определять. А как раз вышел 2-й том. Вот в это время начали работать все санцами. По третьему утрому сегодня во многих местах занимаются влечением Евангелия от Марха образовываются группы и не могут порадоваться. Влечение сначала был туры, потом начинают заниматься. Какие вопросы задают? Почему он и все? Я вчера говорил, что ты звонишь, непрерывно он больше часа и замерзи. Это обустоит. Все книги наши мы уже имеем. Не получили, а скачали оттуда называются фотограферы. И об этом надо молиться каждый день. Я их себе не приписываю, это не мое. Я возвращаюсь назад, смотрю, нет, это не мой уровень. Представьте, 3500 вопросов. Это политика, экономика, финансы, культура, положение, все. 2539 стихотворения опубликованы. Ума непостижена. Занятия и проповедя приближаются к тысяче. фотографии 1200. И все пишут гигантизм. Это нельзя. И все это входит в 6 лет. Всего приходит в 6 лет. А что это? Это битва. Я как гляну, сюда прихожу в ужас. И все еще не истощается источник. У меня все еще идет работа. Бог будет находить новое душу. Он должен потерпеть подолго терпение Божие. 2 послание цифра 3 5 Долготерпение его почитайте спасением для себя. 3 на 2 4 Бог долго терпит каждого человека. А ты не разумеешь того, что долго терпение Божие ведет тебя плохо я ее. Как сказал долго терпение или терпение Божие? Потерпи меня Божие. И сразу это для того, чтобы я покаялся. А чтобы покаяться, надо принимать всех обличающих. Вся людей имеют этих окон себя, которых не всегда могу даже обличить. Детушка позвонил вон там уже дом обидать. тоже меня садил за пределами. Я в этом что-то увидел, помолился и потом Батюшка ты же специально это сделал. Потому что кромку связывается от службы и это элемент службы. А ты совершенно оберил от службы под критцу покойно под этой. А не скажу как будто ему может или нету. Это испытание. А потом увидел милость Божия. И люди уже пробуются домой и задерживают но они уже за шаг не хватает. И вдруг я выхожу как Иисус подходит а я выхожу начинаю говорить. Я понял он даже может и не понимает но сделал так что проповедь и служба и она не связана. Потому что когда в середине где-то говорит священник люди ее принимают как элемент самой службы и потому что я никому не старался угождать. Мне нет и стилистики нужно не правильное выражение говорю не все это поддержать. Моя задача одна чтобы ты поверил что Мария была благую часть. Мария хорошая была. И ты скажи я хочу быть такой хорошей. Я буду ног не судить. В именном 9.22 Бог с великим долготерпением щадил сосуды гнева. Кого? Боит жизни в Сталин 73 года. Зачем занимает земля такой тиран? Для разумления. И Бог показал какое гнилье. И вдруг сланится не свидетельствует. Когда он стал перечитывать разные журналы я говорил об этом проповедь потеряется. Какие я верю щадеса самые большие все верю. Какие есть Библия. А какие щадеса в моей жизни были самые большие когда люди обращались к Богу. Когда я был в Афрунзе и там был из университете преподавал Борис Иосифович и у меня сохранились его записи на мусорходе кленке. Наслежки умный брат. И вот он написал книжку и случайно я ее опять нашел книжку брошюра тоже страница. И теперь вдруг он обратился к Богу около 30 операций перенес. И фотографии его это вот самые есть. Не надо посадить его даже прослушать. Это чудо Божие. И он обратился к баптистам. А работал все время против отделенных баптистов. Отделенные инициативники. И когда он припишет про них то он делает выдержки ссылаясь на их пруды. И под каждым выступлением баптистов я подписываюсь. Аминь. Никакого видимо лучше отделенных в стране российской не было за все эти годы. Они детей настраивали так ничего не избирайте дети кроме смерти за Христа. Дети ежедневно желайте соединиться со Христом. Чтобы ничего лишнего нигде не было. Каждый день уходя в школу готовить умереть. У них было настроено так называемое алармовое состояние тревоги. Проделенные баптисты. Они давно не те. Вот сейчас эту свободу дали они совершенно не те. Но тогда 62-й год дальше 10-20 лет это был их уровень. Ветник Кистина у них такой журнал есть. Я близко был с ними знаком. Почему же они не засвящены? Читая за каждым словом. Ах им это об этом тоже надо молиться. Господи у них так много добрых людей. Дай им понять что мне свят и нет спасения. Божа твоя святая. Можно было что проносить где угодно убить быков. святом. Заведите как Бог сконцентрировал в одном месте. Господи они лучше ли Бог по всему миру? Отделение Бога такой же грех как волшебство. Трое словало уже противно Богу. Бог сказал это по человеческому рассуждению надо по всему миру. А поможем в одной точке. Может Бог так и делает в одной точке? Рассуждайте, размышляйте, исследуйте. В послании Тимофея 1.16 Павел говорит что на мне Иисус Христос показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной. Как Он меня терпел? Вчера я подписал 10 смертных приговоров. Побивали Степана. Может еще кровь была на нем. Он на мне показал пример. Я могу сказать на мне. И ты другим говори. Понял жила, вот все делала. А женщину есть о чем рассказать? Невенчаной жили. Многие аборты делали. Воровали что-то. Производство носили. Слеветали. Слушали разносили. Он терпел, терпел, терпел. Скажи ну я помиловал тебя помилуй. Обратись к Богу. Он для того он затерпел, чтобы люди пришли к покаянию. По стране к евреям 6 глав 12 стих. Что Бог долготерпелив и многомилости и какие же у него избранники и веры и долготерпения они наследовали обетование от Божия. И какая должна быть молитва. Господи мы во всем стараемся тебе подражать. Даруй нам свое долготерпение ближним нашим, которые все еще не обращаются и не знают, чтобы руки наши не опустились. Дети послушные. Дети не хотят Слово Божие знать. Умоляю тебя восстанет. Разве еще это долготерпение? И во время уходит. Ты все время заботишь, что ждет детей. Я радуюсь, что я не войду в эту эпоху с прошнейшими изгонений. Мой ресурс кончается. Но не всем это счастье даст, что Господь говорит, восхищу и возьму прежде времени. 3 Иезра 7 64 Он долготерпелит и оказывает свое долготерпение к согрешившим как своему творению. Мы его творение. Мы должны знать свою стоимость как творение и как искупленное и как рожденное свыше. В сером Космании Харминсим 12 4 Апостол Павел долготерпение относит качество, по которому можно узнать рожден человек свыше или нет. У него чепчения нет. Ребенок сделал что-то не так. Мать бьет его, бьет по молодежи. Что вы делаете? Ребенок хотел споткровать. Она не может бросать, берет туфлик и бросает в него. Он научит долго. Ладно, на глаз. Она сразу ударила его. Он уже мягко полчаса лежит. А теперь представьте что думает мать. Сын обращает мать. Она пригустила сказать будь ты прокляс чтоб тебя убили. Настолько ты надоел. Сын у ее уходит. И пропадет пять минут сосед забегает. Сына задаверен здоровью. Рядом на урывке мать одна вкарилась у меня на многоклонную филенку это записано. Он ее осуществил. Она это же срабо его собрала. Он вышел севну с сумейку с которой работали сеченцы. Зачем он подошел что он ответил не так. тоже у нас как митингаря засужил. Мать вышел он уже мертвый. Что терпения не хватило. Просите у Бога терпения. Ты меня терпел потерпить чадом у неразума. Включите в молитву то что я вам сегодня говорю. Любовь долготерпит. С 1 13 4 Гранатом 5 22 Плод же Духа Любовь долготерпения. Ты духовно рожден у тебя должно быть долготерпение. Новый свет рождает новую надежду. И Те тя нас 4 2 С кротостью и долготерпение исходя друг к другу. Павел кислообразный обмен. И он понимал как трудно достигается это качество. Один сидящий ничего этого не узнает. А вот нас тревожит и по слушаниям и по ношениям. Может даже и с дому уже что-то несут. И мы же и в дому все пили. В чем оно заключается? У Бога просить милость, чтобы Бог отрыл. Холостям 3 12 облетитесь в красность и долготерпение. Вот такую одежду. Господи, дай нам такую красную одежду. Я иду в храм. Облети меня в долготерпение. Кто бы что ни сказал, я радость это приму. Особенно трудно это переносится от детей. Особенно трудно. от мужа. Даже муж подаводит говорит. Я говорю, мать сносила. Моя мать говорила. Но поехал сын не так. Сказал он мигом я поехал на неделю без ужин. А что? Он меня огорчил до того. Он не огорчительный от сына. Я за собой даже такого не знал. Но мы с нашим награми верны. Не имея образование ни на красных. Если ты говоришь боязно дальше только я на детей и все возложил. Самые великие огорчения будут ждать вас от детей. Это хорошо запомнил. Ты должна любить их любовью Христовой. Перести их на небо. А как здесь они болезают. Не простите дети неведущим здоровья. Я вас умоляю. Не простите вы будете каяться. Они будут держать вот этим здоровьем. Они будут больше пить. Все равно их беднее делать. И пройти Господи обрати его. Явись ему в страе твоей страхе твоем. Чтобы он познал нет иной жизни без себя. Только об одном просите. А когда обратился теперь на верующем просите дай ему здоровье и благовестие. А остальное все остальное за благовестием идет. Потому что 1 посланник 5 14. Апостол также будьте долго терпеливы ко всем. Ко всем. А как все веки как долго терпеливы. Даже никак. У нас только ясно. Я вам покажу сегодня письмо журналами прислали где сарионы верят как в Христа. Как они там танцуют как радуются. И все слова даже с духовной общины десятинок все тегатаные слова. И даже с хорумовыми ну они там смысланцы надежат они все сидят и придумывают. Как это все сделать. Их должно быть баллететь. кто конкретно о них молит? Я себе говорю. Каждый день молитесь за иудеев, мусульман, буддистов. Да я их и не вижу. Моя задача молиться. А твоя молитва где-то поможет. Это недримо Бог делает. 1 Петра 3 18 Иисус Христос чтобы привести нас к Богу подпадал правитель за неправедным. Вот нам путь недолго термин. Само очищен. И Матрия 18 28 Христос предывает нас всех придите ко мне все прождающиеся обремененные и я успокою вас. Ибо изо мое благо бремя мое легко и оно легко когда человек терпит. И не так что раз охватил я не могу и люди направляют на себя руки. Сколько самоубийств увеличивается во всех странах и особенно хорошо живущих. Почему? Черпения никакого нет. Бог может сделать чтобы в добром реке текла по золотому дну. Чисок есть может сделать золотым. Но не надо будет это договорить. Но Богу это не угодно. Бог делает так что одни бедные другие богатые что Бог на ком показать добро. Он меня первое избрал. Для чего? Чтобы я позаботился о ближнем. И включим это в себя молитву. Господи ты меня избрал для того чтобы я умел терпеть. Ради главного дела ради благовестия. Боль открыла библия и сразу открыла вскрыла. Включите это в молитву и в ежедневный рацион. Я ушел в Богу. Я Бог долго терпел с нами и благодарю вам. И когда вы терпели чтобы наследовать жизнь вечную. Аминь. 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 Аминь.